Собирать урожай из наград на различных конкурсах удается не только студентам, но и преподавателям Академии. Ученые СХ стали победителями сразу в нескольких номинациях российской агропромышленной выставки «Золотая осень в Москве». Результаты работы оценила жюри. В итоге на счету Академии 9 медалей. Три из них золотые, две серебряные. А в число четырех бронзовых призеров вошла руководитель Академии Екатерина Харченко с работой на тему повышения эффективности системы государственного регулирования аграрной экономики в изменяющихся геополитических условиях. Для меня это бронзовая медаль цене золота, так как я начинающий руководитель аграрного вуза, и для меня эта отрасль достаточно новая, инновационная. И, конечно же, я очень-очень рада, когда увидела информацию от проректора по науке. Обрадовалась, так как помимо того, что я выполняю функции руководителя, я еще и ученый, и действующий, скажем так, игрок. Ученые-победители преподают студентам, которые учатся и очно, и заочно. Нина Трутаева – золотой призер агропромышленной выставки. «Была разработана технология внесения препарата, нового препарата ЭКО-СП при возделывании яровых зерновых культур применительно к почвенно-климатическим условиям Курской области. К нами была разработана схема применительно к нашим условиям внесения данного препарата. Это перед посевами зерновых культур в процессе вегетации. И значительно выросла урожайность и качество». Качество заочного образования, которое дают преподаватели Курской СХ, тоже заслуживает наград. Академия предоставляет возможность обучаться в разных форматах, в том числе и дистанционно. Заочный факультет, как правило, выбирает уже трудоустроенные люди, которые хотят повысить квалификацию. «В целом это технологические, инженерные, специальности ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы. Министерство образования нам рекомендует занятия по заочной форме организовывать именно с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Мы строго придерживаемся этого». В Курской сельхозакадемии работают профессионалы своего дела. Их исследования высоко оценятся в научном сообществе. Агрохолдинги часто обращаются к ученым академии за экспертной оценкой, рекомендациями и советами. Это говорит о высокой компетентности профессорско-преподавательского состава и востребованности вуза. Мария Колосова, Антон Латышев, События дня.